У нас информация о Бетве Брангиной. То, что он именно в этом поселке, как ротмистер, командовал небольшим войском. Я не знаю, куда он ездит, он может быть прямо едет, так пропустите его. Мы приехали в город Неман. Сейчас мы идем в сыроварню. Сыроварня-ресторан, немецкий дом. У нас будет дегустация сыра. И потом нас обещали отвезти на саму сыроварню. Что будет в сыроварне, я вам обязательно покажу. Сейчас покажу вам название, вывеску ресторана. Мы приехали в сыроварню. У нас сейчас будет дегустация сыра. Вот эта кирпичная кладка, потому что вот эта кирпичная кладка здесь с самого начала, основания, ресторана. И это у нас был 1792 год. В этом году этому зданию 231 год. Уже не помнится. Вы, конечно, не знали об этом, когда покупали это здание. Мы все, что планировали, это ремонт сделать. У нас сейчас пришла дегустация. Зава пустела. Такая здесь красота. Вот, чтобы очистить его палку. Нам не давали лечить, так что палку. Я улыбалась с собой. Я больше не знаю. Я больше не знаю. Вот, как улыбки, пустела, пустела. А мы сразу, в картонной коробочке, мы уже не можем не отречься. Да? Конечно, в картонной коробочке, Мы идем в сыроварню. Тут по 18 человек. Вот в цеху у нас большой пастеризатор стоит. Там красненькими буквами написано. На тонну 250 он рассчитан у нас. Сначала там молоко нагревается до 65 градусов. И прямо там же молоко охлаждается до 30 градусов. А вот уже после этого мы разделим молоко на две части. Первая часть молока попадает в круглый чан. Он стоит поближе к нам с левого окошка. И вторая часть молока чуть-чуть дальше в прямоугольную ванночку. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, для чего нам делить молоко на две части? Какая-то сыворотка. Сыворотка там и там будет. Пока не ответите, не выйдем. О! Сепарируем всю партию. Добавляем сливки во всю партию. А если мы можем разобраться? Под разные сыры. Под разные сыры. Как прокисло? Нет. Под разные сыры. Разные сыры. Каждому толку сыр, бактерия... Да. И я, надо, надо. И какой самый попрос, Андрей? Сыни же, и мы поставили, и кстати, и наши сыры на такой самый популярный... На данный момент это классические сыры. Классика хмин, водитель, классическая печьёта. С дегустацией сыра с немецкого дома мы пришли посмотреть на замок Рогнит. Очень большое здание, конечно. Очень сильно разрушено. А во дворе замка находится обычный жилой дом. Ну и песик. Я думаю, будет несложно догадаться, кто построил наш замок. Правда? Кто это был? Я! Необычно немцы говорят. Ну ладно. Да, это были рыцари военно-монашеского и тевтонского ордена. Но чем отличается обычный советский рыцарь от рыцаря-монаха? Вот как вы думаете? Форма. Уже что-то посложнее, да? Следские рыцари в нашем сегодняшнем понимании это мажоры. Вот эти ребята, они очень сильно любят. Шумные пирушки в компании девушек. Другой. 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 Мы зашли во внутрь замка. Здесь ведутся восстановительные работы. Не знаю до каких, какая цель восстановительных работ. Невероятно красиво и очень интересно. Попробуем. Собаки, поднимаем. Другая. Другая. Моя. Вон они еще. Они еще толкаются. Они толкаются, чтобы дойти ноги вперед. Если вы их обращаетесь к моей дорогой сюда, мы с вами можем увидеть, что мы отзнамки, а в некоторых местах камня. Но она одна и есть. Мы просто знаем, как перестроено дни воздушения. И так камня нет, так еще и заканчивается ресурс. Поэтому из глины кирпич формуем. Высыхает кирпич на солнце и выжигаем перчатки. А вот теперь идем с вами дальше. Смотрим под ноги, кто повыше, бережем головы. Если мы говорим про лестницу со второго на третьей, четвертой этаже, они были намного уже. Вот это вы прям смело пополам делить сможете. Также смотрите, да, при строительстве нашего замка у нас вообще здесь 33 каменчика работало. Вот у нас есть 33 человека, которые изготавливают кирпич к нам. Самая простейшая ситуация у кого-то кирпич на полный. Как определить форму? Подходит к концу наше небольшое путешествие по Неману. Побывали мы с вами в сыроварне и в ресторане «Немецкий двор». Также посетили замок Родмит. Впечатления, конечно, у меня неописуемые. Экскурсовод нам рассказал о такой трагическом истории замка, что в послевоенное время замок практически был цел. Но пришел наш советский кинематограф и ради 17-секундной съемки взорвали замок. Представьте, вот фильм, да, ну грубо говоря, там полуторачасовой. И ради каких-то 17-секунд взорвали такое невероятно красивое большое здание. Ширина стен замка, кстати, 3 метра. Вот, замок выкуплен. Вроде как 4 года там ведутся восстановительные работы. И за это время удалось только очистить от мусора, от камней. Просто очистить подвалы и вот сам периметр замка. Рассказали нам, что хозяин взял многомиллионный кредит на восстановление замка. И пытаются восстановить такую красоту. Но и то не в стопроцентном объеме. Частично его будут восстанавливать. То есть работы уже ведутся. Что тоже здесь с определенными скандалами. Но ничего, ремонтируют ребята, делают как полагается. Вот, это общинное здание. Вообще, мой дом здесь проводила молитвы. И сдавала четвертоэтажное под жилье. И доход получала церковь. Вот удивительным образом, когда переводили имущество в РПЦ, то как раз таки обратили внимание, что это здание тоже принадлежало общине, церковной общине. А вот здесь вот по прямой, если вы выдвигаетесь, с правой стороны, сейчас вот мы увидим, да, открывается хороший перекресток. Вот тот вот, с правой стороны. Вот здесь вот парк Якоб Сруя, где стоит великолепная красавица королева Луиза. Здесь все окутано этой женщиной, этой красавицей, женщиной-королевой. И именно Наполеон после встречи в домике Мельника. Помните вот это? Мы наконец-то добрались до города Советска. За моей спиной знаменитый мост королевы Луизы и Литва. На другом берегу Литва. И, видно, гуляют дети. Прогуляемся по центральной улице. города Советска. Разный барельеф на зданиях. Общежитие. Эта улица раньше была проезжей частью, сейчас она полностью пешеходная. здания с колоннами. Михаил, остановись, пожалуйста. Конечно, сегодня погода выдалась просто великолепная. очень тепло, солнечно, небо голубое. Вот интересный, чисто инженерный проект этого, это реконструкция этого здания. Только эта реконструкция была еще в начале 20 века. Здания стоят здесь достаточно старинные. Скорее всего, это где-то 18, может быть, начало 19 века. Но так, чтобы дома держались, стояли и удерживали на своих плечах мощные украшения и надстройки, нужно было закрепить первые этажи. А вот как? Не сваи. Не сваи. Вот видите, между вторым и третьим этажем, ажурные, как мы называем, пяточки, стяжек. Вот эти вот пяточки, они выполнены символикой французской лилии. Видно, нет? Не видите? Вот они черненькие, между треугольными сандриками, над окнами, да? Вот они стягивают верхний этаж, когда-то это был верхний этаж предыдущих товаров, а теперь уже над этой укрепленной композицией, конструкцией, можно было настроить третий и установить вон тот самый фронтон. Вот это очень любопытное решение, которое мы можем даже подметить, и это будет встречаться во всех тех наших городах Калининградской области, где сохранились улочки. Прогуляемся по улице Победы, это тоже центральная улица города Советска. Очень много зданий отреставрированных, и также много зданий, которые стоят в очереди на реставрацию. Ну, это очень шедевр. Ну, это наследие нашего советского периода, когда мы продолжались немецкие наследия. А это постройки советского времени. Население города составляет 44 тысячи человек. Это второй по количеству проживающих значимый город Калининградской области. Самый большой – Калининград, около 500 тысяч, и Советск – 44 тысячи. Мы приехали, как мы можем назвать, в Советского прошлого и до Волгейного прошлого. Мы, конечно, что много сюда приезжали, чтобы не было того Деткаменного, чего нет в другом городе. В центре города Советска установлен памятник Лосю Густову. Дорогие друзья, наше с вами путешествие подходит к концу. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, желательно положительные. Если вы хотите побывать еще в каком-нибудь уголочке Калининградской области, тоже пишите в комментариях. Я буду рада для вас делать видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok